На следующее утро в 8 часов Мишель направился в главную контору банка «Космодаж ИК». Она размещалась на новой улице Друо в одном из зданий, построенных на месте старой оперы. Молодого человека проводили в обширный параллелограмм, оборудованный аппаратами странной конструкции, назначения которых он сначала не понял. Они походили на огромные фортепьяно. Заглянув в соседний зал, Мишель обнаружил там гигантские, словно крепости, кассы. Казалось, еще немного, и на их стенах вырастут зубцы, и в каждой без труда разместится гарнизон человек в 20. Мишель не мог удержаться от трепета при виде одетых в броню сейфов. «Они наверняка выдержат взрыв бомбы», — подумал он. Вдоль этих монументов степенно прогуливался человек лет 50. Вскоре Мишель узнал, что тот принадлежал к семейству счетчиков, классу кассиров. Этот пунктуальный, аккуратный, воршливый и злобный тип инкассировал с энтузиазмом и выплачивал без горечи. Казалось, он считал производимые им платежи актами воровства, опустошавшими его кассу, а поступление справедливым возмещением. Под его высоким руководством около 60 клерков, экспедиторов, копировщиков торопливо записывали и подсчитывали. Мишель должен был занять место среди них. Посыльный подвел юношу к важной персоне, явно ожидавшей его прихода. «Месье», — обратился к нему кассир, — «войдя сюда, прежде всего забудьте, что вы член семьи Бутарденов. Таков приказ. Мне ничего больше не нужно», — отозвался Мишель. «В начале обучения вы будете приданы машине номер 4». Мишель обернулся и увидел машину номер 4. Это был счетный аппарат. Далеко уже ушли вперед от того времени, когда Паскаль сконструировал первого такого рода устройства, казавшиеся чудом чудес. С тех пор архитектор Перро, граф де Стенхоуп, Томас де Кальмар, Море и Жейне внесли удачные усовершенствования в подобный аппарат. Банк Космодаж имел в своем распоряжении подлинные шедевры. Его машины действительно походили на огромные фортепьяно. Нажимая на кнопки клавиатуры, можно было немедленно подсчитать суммы, остатки, произведения, коэффициенты, пропорции, амортизацию и сложные проценты. За какие угодно сроки по любым мысленным ставкам. Самые высокие ноты клавиатуры позволяли получать до 150%. Ничто не могло сравниться с этими чудесными машинами, которые без труда победили бы самого Манде. Единственное, что требовалось, это научиться играть. И Мишелю, чтобы поставить пальцы, предстояло брать уроки. Как видим, он поступал на службу в банк, который призвал себе на помощь и использовал для своих нужд весь потенциал механики. Ведь в описываемую эпоху избыток текущих дел и обилие корреспонденции придавали исключительную важность оснащенности всевозможным оборудованием. Так, ежедневная почта банка насчитывала по меньшей мере 3000 писем, отправлявшихся в концы как старого, так и нового света. Машина Ленуара мощностью в 15 лошадиных сил без остановки копировала письма, которыми ее без передышки снабжали 500 клерков. А вот электрический телеграф должен был бы существенно уменьшить объем переписки. Ибо последнее усовершенствование позволяли отправителю уже напрямую общаться с получателем. Таким образом, секрет переписки сохранялся, и самые крупные сделки могли совершаться на расстоянии. Каждая компания имела свои специальные каналы по системе Уитстоуна, уже давно использовавшиеся по всей Англии. Курсы бесчисленных ценных бумаг, котируемых на свободном рынке, автоматически выписывали на экранах. Помещенных в центре операции залов Бирж Парижа, Лондона, Франкфурта, Амстердама, Турина, Берлина, Вены, Санкт-Петербурга, Константинополя, Нью-Йорка, Вальпараиса, Калькутты, Сиднея, Пекина, Нукахивы. Более того, фотографическая телеграфия, изобретенная в предыдущем веке флорентийским профессором Джованни Козелли, позволяла передавать как угодно далеко фоксимильные изображения любой сложности, автографы или рисунки, а также подписывать на расстоянии тысяч лье, векселя и контракты. Телеграфная сеть покрывала в эту эпоху всю поверхность суши и дно океанов. Америка не была отделена от Европы даже на секунду. В ходе торжественного опыта, осуществленного в Лондоне в 1903 году, два экспериментатора установили между собой связь, заставив свои депеши обижать вокруг земного шара. Понятно, что в этот деловой век потребление бумаги должно было вырасти до невиданных масштабов. Франция, производившая 100 лет назад 60 миллионов килограммов бумаги, теперь съедала 300 миллионов. Впрочем, сейчас уже не надо было опасаться, что не хватит трепья. Его успешно заменили альфа, алоэ, топинамбур, люпин и два десятка других дешевых растений. Машины, работавшие по способу Уатта и Бержиса, за 12 часов превращали древесный ствол в замечательную бумагу. Леса ныне использовались не для отопления, а только в книгопечатании. Банковский дом Космодаж одним из первых перешел на бумагу из древесины. В основном, для изготовления векселей, ассигнации, акций, ее предварительно обрабатывали дубильной кислотой, полемфидеру, что обеспечило защиту от воздействия химических реагентов, применявшихся фальшивомонетчиками. Поскольку число преступников росло пропорционально росту числа сделок, надо было принимать меры предосторожности. Таков был этот банковский дом, где ворочали колоссальными делами. Юнному Дюфреноа предстояло играть в нем самую скромную роль, стать первым номером обслуги счетной машины. И он вступил в должность в тот же день. Все было ясно, если бы эти строки были написаны хотя бы в 50-70-е годы 20 века. Но эти строки из романа Жюля Верна «Париж в 20 веке», написаны им не то в 1863, не то в 1864 годах, очень похожи на наше время офисных клерков и менеджеров. Получается, что принцип, на котором основано все современное офисное дело, уже давно существовал. И по-моему, все, что написал Жюль Верн, широко использовалось до 40-х годов 19 века, до той самой катастрофы, засыпавшей многометровым слоем глины первые этажи зданий всего мира. Производитель минерала Синтезит, который, как вы знаете, я давно рекламирую и сам принимаю, недавно представил уникальный продукт. В линейке инновационного препарата Синтезит Макси. Каждая баночка Синтезит Макси содержит 60 капсул по 800 микрограмм Синтезита. Это мощно. При стандартном потреблении баночки должно хватить аж на целых 2 месяца. Загляните на их сайт. Доставка по всему миру. Ссылка на сайт в описании. Также 3 апреля в научном журнале «Доказательная гастроэнтерология» была опубликована статья о сенсационном исследовании действия Синтезита на здоровье пациентов, получающих лечение при онкологии. Исследование проведено на самой авторитетной в России медицинской базе. Центральной клинической больнице с поликлиникой. Управление делами президента Российской Федерации. Данные исследования свидетельствуют о колоссальной помощи Синтезита организму. Ссылка на эти исследования также в описании. Еще рекомендую подписаться на YouTube канал Синтезита, где опубликованы сотни интереснейших интервью о феноменальной помощи Синтезита. Конечно же, эта глина не была единственным фактором, разрушившим межпотопную цивилизацию. Было и применение оружия массового поражения, и пожары, и ураганы, и потоп, и цунами. Все вместе это и уничтожило значительную часть всего того, что было до этой планетарной катастрофы. Как я уже неоднократно говорил в своих фильмах, группа выживших торговых элит и захватила власть на всей планете. Она же сконцентрировала все допотопные технические и интеллектуальные знания того прошлого времени в своих руках. Но путь ее власти был не таким уж быстрым. Всю вторую половину XIX и начала XX веков эта торговая элита постепенно захватывала свою власть в мире. Этот процесс назывался так называемой глобализацией. Он продолжается и сегодня. А вот эти сконцентрированные в ее руках знания торговая элита поэтапно выбрасывала по мере развития нашей новой современной цивилизации, которой она теперь руководила. Вернусь к тому, что процесс захвата власти этой торговой элитой продолжался практически до распада СССР. Как я говорил, он и сегодня не завершен. Но теперь он больше похож на раздел сфер влияния внутри самой этой торговой империи. А ее первичная цель глобализация была как раз и достигнута в начале 90-х годов XX века, тем самым развалом СССР, устранения двухполярного мира. Но сегодня не об этом. Французский писатель-фантаст Жюль Верн писал свои произведения как раз во второй половине XIX века, в период глобальной фальсификации, устроенной приходящими к мировому господству торговцами. Тогда шла полная переделка науки, литературы, истории и все по выгодным новым мировым правителям принципам. Об этом я много говорил в своих фильмах. Сам же Жюль Верн в написании своих романов явно пользовался первоисточниками, сохранившимися в его время от той допотопной цивилизации. Они и несли в себе тот самый реальный технический, политический, климатический ее образ. А саму эту допотопную цивилизацию, в смысле допотопа середины XIX века, я в своих фильмах называю межпотопным периодом. И временные границы развития этой цивилизации, в смысле межпотопной, примерно от 1700 года и до середины XIX века. Всего лишь 150 лет. И причем большую часть из этих 150 лет межпотопная цивилизация восстанавливалась после глобальной катастрофы рубежа XVII-XVIII веков, уничтожившую античную цивилизацию. И только к концу XVIII-го, началу XIX веков межпотопная цивилизация вошла в свой пик развития. Но этот пик был прерван в 40-е годы того же XIX века. Как это происходило, я опять неоднократно говорил в своих фильмах. По-моему, межпотопную цивилизацию уничтожила та самая комета Биелла. И я шаг за шагом вычленяю образ этой самой цивилизации из той самой фантастической литературы конца XIX-начала XX веков. И собираю пазлы картины того докатастрофного мира. Сам же писатель, видимо, не только пользовался оставшейся в его время докатастрофной литературой, а многое, что он описывал из технических устройств, еще сохранялось на момент написания его произведений. Правда, ко всему этому доступ, видимо, был ограничен. Ведь торговая элита все сконцентрировала в своих руках. Но об этих технических объектах, видимо, еще знали многие. А многие на них и работали. По крайней мере, есть четкие свидетельства использования всего допотопного технического наследия вплоть до Первой мировой войны. Правда, не так широко, как до той самой катастрофы середины XIX века. А анализ технических устройств того самого допотопного времени показывает одно. Все они были электромеханическими. Сегодня же этот технический уклад заменен. Мы пользуемся в основном чисто электрическими или электронными приборами. Что было лучше, сегодня сказать сложно. Но мне кажется, что в конце XX века сложился новый технический уклад. По крайней мере, в этой самой электронно-вычислительной сфере. И в сфере связи. А этот современный уклад своей мощностью, габаритами, быстродействием, конечно же, превышает тот старый, межпотопный, который был основан на аналоговом принципе. Не на сегодняшнем цифровом, а именно на аналогом принципе электромеханических машин. Об этом, конечно, можно рассуждать долго. Но вот та самая частота 50 Гц, которая применяется сегодня в этих самых чисто электронных приборах, как многие утверждают, вредна для здоровья. И сделана против человека. Скорее всего, в тех электромеханических приборах, которые, мне кажется, работали все-таки на постоянном токе, такой частоты не применялось. Может быть, были они массивней, но для жизни людей, скорее всего, они были полезней. В этом еще придется долго разбираться. Откуда пришел тот самый новый уклад, пока не ясно. Может быть, к нему привел естественный технический прогресс нашей цивилизации. А может быть, кто-то его и передал. Пока это сказать достаточно трудно. Информации совершенно нет. Но в целом, в конце 20 века, наша цивилизация превзошла технический уровень межпотопной. С одним лишь отличием. Мы до сих пор не используем бесплатную энергетику. Хотя, я думаю, она есть и сегодня. Просто в закрытом пользовании. А вот еще интересные строки из фантастического романа Жюля Верна «Париж в 20 веке». Послушайте. Знаменитый проект «Превратить Париж в морской порт» наконец-то стал реальностью. Долгое время в это не могли поверить. Многие из тех, кто проходил поглазеть на строительство канала, в открытую издевались над самим замыслом, заранее предрекая, что он окажется бесполезным. Но теперь исполнилось уже 10 лет, с тех пор, как сомневающиеся были вынуждены признать свершившийся факт. Столице Франции уже грозило превратиться в нечто вроде Ливерпуля, только в центре Франции. Тянувшиеся нескончаемой чередой морские доки, вырытые на обширных равнинах Гринелли и Исии, могли принять тысячу крупнотоннажных судов. В этих геркулесовых трудах инженерное искусство, казалось, достигло пределов возможного. Идея прорыть канал от Парижа к морю часто возникала в прошлые века. И при Людовике XIV, и при Луи Филиппе в 1863 году одной компании было разрешено за свой счет провести изучение трассы по линии Крей-БВ-Дьеп. Но на трассе встречалось много подъемов. Они потребовали бы многочисленных шлюзов, а для их накопления нужны были бы полноводные реки. Единственное же протекавшее поблизости УАЗу и Бетюну вскоре сочли недостаточными для такой задачи. И компания прекратила работу. 65 годами позже реализовать идею взялось государство. При этом использовали схему, уже предлагавшуюся в прошлом веке. И тогда отклоненную по причине своей простоты и логичности. Шла речь о том, чтобы использовать сену, единственную артерию, связывающую Париж с океаном. Менее чем за 15 лет под руководством гражданского инженера Монтана прорыли канал, бравший начало на равнине Гринель и заканчивавшийся чуть пониже Руана. Его длина была 140 километров, ширина 70 метров и глубина 20. Получилось русло вместимостью примерно в 190 кубометров. Не возникло ни малейшей опасности, что канал обмелеет. Ибо 50 тысяч литров воды, приносимых сеной каждую секунду, с лихвой для него хватало. Работы, осуществленные в нижнем русле реки, сделали фарватеры проходимым для самых больших судов. Так что от Гавра до самого Парижа навигации ничто не мешало. К тому же во Франции был осуществлен проект инженера Дюпера. Вдоль всех каналов по трассам бывших Волоков проложили железнодорожные колеи. И по ним мощные локомотивы без труда буксировали баржи и грузовые суда. Эту же систему использовали с большим размахом и на Руанском канале. И понятно с какой скоростью торговые суда и корабли государственного военно-морского флота поднимались до самого Парижа. Новый порт был замечательным сооружением. Всего там насчитывалось 18 морских доков. Из них лишь два отводились под стоянку военно-морского флота. Чьей задачей было защищать французские рыбные промыслы и колонии. Там еще оставались старые бронированные фрегаты. Которые вызывали в 19 веке восхищение историков. Но эти военные машины выросли в конце концов до неправдоподобных размеров. Что легко объяснимо. В течение 15 лет шла достойная борьба между броней и ядром. Кто пробьет и кто выстоит. Корпуса из кованой стали сделались такими толстыми, а пушки такими тяжелыми, что корабли в конце концов стали тонуть от собственного веса. Тем и закончилось сие благородное состязание. В момент, когда уже казалось, что ядро одолеет броню. Вот как воевали в те времена, сказал Югин. Указывая на одно такое бронированное чудовище. Мирно покоящееся в глубине дока. Люди запирались в этих железных коробках. И выбор был один. Я тебя потоплю или ты меня. Значит, личное мужество не играло там большой роли, заметил Мишель. Мужество стало приложением к пушкам, ответил, смеясь дядя. Сражались машины, а не люди. Отсюда дело и пошло к прекращению войн, становившихся просто смешными. Я еще могу понять, когда сражались в рукопашную. Когда убивали врага собственными руками. Какой вы кровожадный, месье Югин, продолжала молодая девушка. Нет, мое дорогое дитя. Я разумный в той мере, в какой здесь вообще можно говорить о разуме. В войне тогда был свой смысл. Но с тех пор, как дальнобойность пушек достигла 8000 метров, а 36-дюймовое ядро на дальности в 100 метров стало пробивать 34 стоящих бок о бок лошади, и 68 человек, согласитесь, личное мужество стало ненужной роскошью. И правда подхватил Мишель. Машины убили отвагу, а солдаты стали машинистами. Что же касается торговли, торговые доки соединялись между собой разводными мостами, в определенные часы переводившимися в движение с помощью машин на сжатом воздухе, компании Катакомб. Воду совсем вскрывали корпуса судов. Большинство из них было снабжено моторами, работавшими на ларах углекислоты. Тут не нашлось бы ни одного трехмачтовика, ни одного брига, ни одной шхуны, ни одного люгера, ни одного рыбачьего баркаса, который не имел бы винта. Паруса канули в прошлое, ветер вышел из моды, в нем больше не нуждались. Понятно, насколько каналы, прорытые через Суэцкие и Панамские перешейки, способствовали росту дальнего плавания. Морские перевозки, освобожденные от пут, монополии и РМА министерских согласований, достигли огромного размаха. Множилось число судов всевозможных типов и моделей. Какое замечательное зрелище являли лайнеры всех размеров и национальностей. Просторные причалы, гигантские склады ломились от товаров и грузились с помощью самых хитроумных машин. Одни формировали тюки, другие взвешивали, третьи наклеивали этикетки, четвертые грузили на борт. Суда, влекомые локомотивами, скользили вдоль гранитных стен. Кругом вздымались горы, сложенные из кип шерсти и хлопка, мешков сахара и кофе, ящиков чая, всего, что производилось на пяти континентах. В воздухе царил тот ни на что не похожий запах, который можно назвать ароматом торговли. А красочные объявления сообщали об отплытии кораблей в любые точки света. И все наречия мира звучали в этом гринельском порту, самым оживленном на планете. Мне кажется, писатель совершенно не придумал этот морской канал, соединяющий Париж с морским побережьем, с портом Гавр. И этот канал действительно существовал до глобальной катастрофы середины 19 века. И он действительно уходил вглубь допотопной западной области Священной Римской империи, которую сегодня мы называем Францией. Я думаю, это название появилось на карте новой Европы как раз-таки после 50-х годов 19 века. Почему? Британия, центр захвативших власть торговцев, устроила революции конца 40-х годов 19 века практически по всей Европе, на территориях той самой Священной Римской империи, что привело в принципе к ее расколу. Об этом я уже неоднократно говорил в своих фильмах. В 1848 году как раз началась эта самая французская буржуазная революция. Потом революции охватили Италию, которой еще не было, Германию, тоже которой еще не было. Они появились позже. А те самые революции на территориях Австрии и Венгрии, которые датируются 30-ми годами 19 века, на самом деле происходили также в конце 40-х, начале 50-х годов. Что это была за Священная Римская империя, я пока исследую. И выводы будут позже. Но многие помнят, что знаменитый генералиссимус Суворов почему-то носил титулы как раз-таки Священной Римской империи. Вопрос, кем же была знаменитая Екатерина II? Какой страной она правила? Но об этом, я думаю, не сегодня. Сами же морские каналы в той допотопной Европе пронизывали значительные регионы и северной, и западной ее частей. И сегодня они хорошо сохранились в Скандинавии, Голландии, на севере Германии. Они даже есть в Белоруссии. Мы видим заброшенный Староладожский канал у нас под Петербургом. И все эти каналы были сделаны на высочайшем техническом уровне. Посмотрите на отделку их набережных тем же самым гранитом, которым отделаны сегодня набережные Санкт-Петербурга. В Европе эти каналы не заброшены и в основном используются. А вот на территории бывшего СССР заброшенных каналов много. Тот же Староладожский, те же каналы в Белоруссии. Но, видимо, Сталин в 30-е годы 20-го века не строил заново ни Беломор, ни Волгодон, ни ту гидросистему, соединяющую Волгу с Белыми Балтийскими морями. Он их просто восстанавливал из разрушенных. Так что вот такая вот была допотопная сеть каналов. А самое главное, в этом отрывке романа я получил ответ на свой же вопрос, который и исследовал в фильме «Реки, не дороги древности». В нем я высказал гипотезу о невозможности речного судоходства под парусом, особенно по узким каналам. Теперь мы видим, что вдоль этих самых каналов шли железные дороги и сюда просто тянули локомотивы. А где-то, может быть, в каких-то узкостях или в районах швартовки вместо локомотивов баржи тянули бурлаки. Но совсем не на большие расстояния, а просто это были швартовые команды. Вот и получается, французский писатель-фантаст Жюль Верн в этом рассказе «Париж в 20 веке» описал из доступных тогда в 60-е годы 19 века источников реальный технический образ конца 18-го, начала 19 веков. Ну или первой половины. Той самой, которую заменили на совершенно другие события. А по сути, первая половина 19 века это и было то самое время Екатерины. Какой-то странной императрицы, почему-то на многих картинах держащей в руках державу, то есть весь земной шар. И по сравнению с описанными нам официальными историками, какими-то королишками Европы, она все-таки была императрицей. А это уже очень серьезно. И фактически ее главный военно-начальник носил титул Священной Римской империи. Как я уже говорил, в те времена Екатерины межпотопная цивилизация, цивилизация как раз-таки империй, а не той антично-ведической демократии, проросшая из хаоса погибшей на рубеже 17-18 веков античной цивилизации, пройдя до конца 18 века период восстановления и смут, став первой половине 19 века достаточно развитой, погибла. А поздние фальсификаторы отправили все реальные события этой Екатерининской первой половины 19 века в 18-й. А также они заретушировали истинный технический образ того времени и пересадили всех героев того времени на лошадей со шпагами. А весь освободившийся период первой половины 19 века эти фальсификаторы заполнили событиями 30-70-х годов того же века. И еще небольшая сноска. Меня очень многие критикуют за то, что я говорю ведическая демократия от слова демос. Ну конечно же не охлос. Ведическая демократия не была демократией всего народа. Она была демократией для избранных, для тех, кто смог организовать пространство вокруг себя и получил право на ношение оружия. И кстати на выборы. А охлос это народ видимо не входивший в те высшие варны. Для них, для этого охлоса в конце 19-го начале 20-го веков была создана другая модель истина народной власти. И продвигали ее Кропоткин и Бакунин под общим названием анархия. Многие меня критикуют за то, что в своих исследованиях для анализа реальных событий прошлого я использую фантастические произведения конца 19-го начала 20-го веков. Но все же я думаю, что доля реальности в них не меньше, чем доля той же реальности в использованных многими исследователями тех же мифов, сказок и религиозной литературы. И общий вес реальности всего этого, что я перечислил, нисколько не меньше, чем в тех же фантастических произведениях. А также после двух периодов фальсификации вес тех самых якобы настоящих исторических документов тоже близок ко всему этому, что я перечислил опять же. Так что вам решать, где правда брат, как говорил герой известного фильма. И вот еще один этому пример. Это ряд сбывшихся предсказаний Жуля Верна. Но слово предсказаний, как я думаю, можно поставить в кавычки. А все это серьезный довод в пользу того, что фантасты использовали для написания своих романов реальные документы той самой межпотопной цивилизации. Попробуйте, предскажите сегодня хотя бы что-нибудь, что будет изобретено до конца 21-го века. Да так, чтобы это еще и сбылось. А Жуль Верн, получается, предсказал все основные вехи технического развития нашей цивилизации. И практически до сегодняшнего времени и даже дальше. Судите сами. Романы этого писателя под названием «Вокруг Луны» и «Из пушки на Луну». Там он предсказал полеты в космос. И это задолго до разработки Циолковским теории этих космических полетов. Не говоря уже до начала самих этих полетов в середине 20-го века. В романе «80 дней вокруг света» Жуль Верн пишет, что скоро придет время и Землю можно будет объехать за 80 часов. Сегодня среднее время кругосветного путешествия 72 часа. Есть, конечно, рекорды. 58 часов. Его поставили в 2010 году на пассажирском самолете бизнес-класса. Но реально же 80 часов Жуля Верна и 72 средних сегодняшних – это очень близко. Видимо, писатель знал скорости реактивных дозвуковых самолетов. А это подавляющая часть современных летательных аппаратов. На околозвуковой скорости самая эффективная экономичность топлива, которая и позволяет увеличить дальность полета, а с тем самым время, не осуществляя посадки, а находясь все время в воздухе. И сегодня у многих, кстати, самолетов того же самого бизнес-класса дальности уже более 20 тысяч километров. На них, чтобы обогнуть Землю по экватору, нужна лишь одна дозаправка. В романе «20 тысяч лье под водой» писатель предсказал современный подводный флот. Этот вопрос я разбирал в своем фильме «20 тысяч лье под водой» и «Великие моголы». А сам Наутилус был фактически автономен, как сегодняшние атомные подводные лодки. В этом же романе Жуль Верн предсказал акваланг, который изобрел Жак Ивкусто только в 1943 году. Очень интересно с исследовательской точки зрения книга Жуля Верна «Робурзавоеватель». Ее я буду анализировать в ближайшее время. В ней писатель предсказал и самолеты, и вертолеты. А самое главное, он предсказал героев многих голливудских фильмов, которые хотят захватить мир. В романе «Опять же Париж в 20 веке», написанном в 60-е годы, писатель показал столицу Франции в 60-е годы 20 века. Там он предсказал электрический стул, а также телевидение и компьютерную технику. Все это я рассказывал в начале этого фильма. А вот в романе «Клодиус Бомбарнак», написанном в 1893 году, Жуль Верн рассказывает о транс-азиатской железнодорожной магистрали. В своем фильме «Тайна Байкала раскрыта» я выдвинул гипотезу, что в конце 19-го, начале 20-го веков транссибирскую магистраль не строили заново, а восстановили. Причем на месте разрушенной, пользуясь оставшимися железнодорожными насыпями, тоннелями и мостами. За такой короткий период времени их не могли построить. По крайней мере, дорогу от Байкала на восток до Владивостока через Яблуновский хребет построили практически за год. А Байкало-Амурскую магистраль, немного севернее, строили в наше время аж полвека. Значит, была до потопа середины 19-го века та самая транс-азиатская магистраль, о которой очень хорошо пишет Адаевский в своем романе «4338 год». Помните, я его тоже рассматривал. И там китайский студент ехал в Россию через Гималайские и Каспийские тоннели. Вот бы найти их следы. Но, как я думаю, Гималайские горы тогда были гораздо меньше. След от упавшей части кометы, образовавшей Токламакан, своей тектонической активностью, видимо, поднял эти горы. Они как раз хорошо укладываются по окружности, вокруг этого следа. Скорее всего, тоннель засыпало. А где Каспийский, понять сегодня тоже сложно. Каспийское море очень сильно изменилось. Прорвался Абширонский порог, и это море, протянувшееся с запада на восток, перетекло. И теперь оно имеет протяженность с севера на юг. Где был этот тоннель? Может быть, где-то в районе этого Абширонского порога? Зато теперь мы знаем, что до катастрофы 40-х годов 19-го века эта транссибирская магистраль называлась трансазиатской. В романе «500 миллионов богумы» и «Флаг Родины» писатель предсказал вооружение, появившееся опять же во второй половине 20-го века. Это ядерное и химическое оружие. В романе говорится о селенснаряде в фульгуляторе Рока, способном уничтожить все живое в радиусе нескольких километров. Его, по описанию Жулия Верна, не успели использовать. Он не попал в руки военных. Но все же Жуль Верн писал художественные произведения. А как было на самом деле, мы видим по огромному количеству воронок, предположительно от тех самых ядерных взрывов, фактически по всему земному шару. И большая часть этих воронок появилась на поверхности нашей планеты как раз-таки в середине 19-го века. Я здесь полностью согласен с Алексеем Кунгуровым, который когда-то несколько лет назад под смешливые возгласы слушателей озвучивал эту идею. А само это оружие, конечно же, должно было быть хорошо описано в первоисточниках, которыми и пользовались все писатели-фантасты тех самых конца 19-го, начала 20-го веков. Вот такой вот странный предсказатель был французский писатель-фантаст Жуль Верн, живший, кстати, в одно время с таким же интересным французским писателем, которого мы сегодня знаем под именем Александр Дюма. Кем же эти писатели были на самом деле, пока сказать очень сложно, но анализ их произведений приводит нас к достаточно неоднозначным выводам. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok